Канал Таёжный Обитель приветствует вас. Сегодня будет одна тема, она как бы повторяется. Ну вот человек написал, и не первый, главное, там полно на эту тему, но почему-то люди не смотрят все видео, а пишут просьбы. Сначала надо все-таки посмотреть, какие там есть видео, там на ваши вопросы много ответов, и я их уже практически полностью ответил. Ванеев Евгений, здравствуйте. Можно поподробнее о шатунах? Так, почему хищнику сложно передвигаться по глубокому снегу? Ну, вот этот вопрос можно ответить самому. Почему вам по глубокому снегу тяжело передвигаться, а по мелкому легко? Точно так же и медведю. По глубокому снегу, по мелкому, по насту. Все это на себя переводите, и вы на этот вопрос ответите. Какие повреждения делает хищник при нападении на человека? Ну, как вот я знаю, много повреждений вот рвет голову, рвет голову. Некоторые говорят, он боится взгляда или там. Ну, я видел видео, где вот медведей хорошо снимают на Камчатке, как они между собой дерутся. Они стараются ударить по голове. Они встают на дыбы, показать, во-первых, свою мощь, свой рост. Они не шибко хотят драться, я об этом тоже уже говорил. Потому что любая рана для зверя может быть смертельной. Там нет ни больниц, ни фабов, ни каких-то шепчущих бабушек, знающих травы. Поэтому любая царапина для них. И они стараются избегать вот этих драк во время гона, за добычу. Вот когда там где-то рыбное место, они отгоняют. Когда явно видят один здоровенный, другой маленький, он его пугнет, и то не гонится. Встанут друг к другу, один больше, другой меньше. И вот стараются ударить. И даже без драки этот поменьше потихоньку отходит, отходит. И потом этот большой может уйти или другой уйти. Поэтому, а вот человека бьют по голове. У меня был хороший друг Бобланов Коля. А у него отец был старик. Он всю жизнь охотился на лошади. И его медведь три раза валял, он рассказывал. У него была голова поцарапанная. Вот он по голове говорил. И об этом много пишут. Скальп снимает. Он просто хочет нанести увечья. Самое для увечья хорошее – это голова. Когда дерутся, стараются ударить тоже по голове. Ну, бьют ещё по одному месту, чтобы вырубить. Медведи не знают. Они, может, это место не знают. Или им косолапами, лапами не ударить. Ну, вот поэтому голова самая такая. Бывает, говорят, медведь летит и сбивает прям. И по туловищу может. Он сам боится. Просто машет, чтобы сбить. И, бывает, собьёт, чует человеком, пахнет и убегает. Такие случаи тоже бывают. Сколько он может просуществовать без пищи? Ну, я даже не знаю. Какой медведь? Старый, больной, худой. Тут столько факторов. Как он без пищи? Я не знаю. Я вот на этот вопрос даже не знаю, как вам ответить. Я не засекал, сколько он без пищи, например, закрыть в клетку, и сколько он может просуществовать. Человек, говорят, пробовали, он больше месяца может без пищи. Без воды 5-6 дней. Без воздуха 2-5 минут. А про медведя я не знаю. Я его без пищи не держал никогда. Может ли шатун залезть в берлогу в середину зимы? Вот этот вопрос тоже интересный. Во-первых, шатун больной, раненый, худой, залег в берлогу и вылез потом. Или вообще не смог он в берлогу залезть, потому что голодный. Или шатун, которого спугнули леспромхоз, спугнула война, спугнули, как я рассказывал, на лакшаке молодого пистуна вместо соболя стали выкуривать, он вылетел и убежал. А охотник этот тоже был первый год, титов. Он ушел на метеостанцию, а на следующий день пошли уже с опытными охотниками. И его нашли, он лег в другую берлогу. Точно так же, если и здоровый медведь, если он жирный, если его где-то спугнули, обычно у медведей несколько берлог. У взрослого медведя, они ходят все лето, они знают не только свои берлоги, они знают даже других медведей берлоги. Не будет он мерзнуть, ему холодно. Ему холодно. Я уже говорил, медведь он бочиком ходит, он бочиком. У него где-то по наледи, по ключу прошел, или даже так, у него ноги отмерзнут. У него подошвы не защищены. Вот тут волосы, а тут голые эти. И он бывает по наледям моментально отмораживает ноги. У него гангрена, все там, воспаление, и он погибает. Медведь, шатун, как говорят эвенки, до хороших холодов он сразу погибает. И шерсть у него, у него шерсть не оленья, не трубчатая. 40-50 градусов он со своей этой. Вот эти места у него, охотники хорошо знают, под мышками на животе. Они у него жиденькие. Они приспособлены весной вылезти, а не в 40, а в 50 градусный мороз. Он сразу замерзнет. Поэтому шатун до хороших холодов. И он погибает, так говорили мне эвенки. Я не встречал шатунов, не встречал. Я видел по глубокому снегу, мимо моей избушки, вот 50 метров, прошел медведь. Я находился в избушке. Здоровенный медведь. Собака у меня в избушке была, она не почуяла. Медведь почуял избушку. Он просто свернул от нее в сторону и обошел. По мульмуге это было дело. Вот на ваши вопросы, Женя, я постарался ответить. И еще раз прошу. Смотрите, там уже 400 с лишним видео. Там все практически, про охоту я рассказал. Почти все. Как выделывать, как ставить ловушки, как то, 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 ориентирование. Все. Там надо смотреть. Там у меня не систематизировано. Ну, я еще только учусь. Поэтому, когда научусь, я там сделаю. Орудия лова, приманки, это, это, это. Ну, а на сегодня все. Всего вам доброго, удачи, радости, любви, красоты, творчества, гармонии с самим собой, с окружающим миром. Пока-пока. Продолжение следует.